Добрый день! Добрый день! В эфире Активатика. Мы находимся в Ижевске. Сегодня здесь проходит пикет против перепрофилирования завода по уничтожению химического оружия. В Камбарке в завод по обработке отходов 1-го и 2-го класса опасности пикет против завода смерти проходит у монумента дружбы народов в центре Ижевска на набережной. Интересен факт, что присутствующих попросили снять маски, опустить их на подбородок, поскольку закон запрещает пикетировать в масках, балаклавах и прочих разных вещах, которые закрывают лицо. Здесь, к слову, не только активисты из Удмуртии, но и из соседней Башкирии, поскольку завод в Камбарке находится недалеко от границы с соседней республикой. На месте находятся сотрудники полиции, их достаточно много, мероприятия согласованы. В Камбарке, в Камбарке, в Камбарке, в Камбарке. Добрый день. Проект «Активатика». Меня зовут Олеся Кокина, я корреспондент. Расскажите, почему вы сегодня здесь? Дело в том, что я против. Потому что у нас из республики забирают ресурсы, а привозят, грубо говоря, отходы. Вот всю суть моего протеста. Грубо говоря, у нас забирают нефть из республики, вывозят, так ничего не оставляют. Очень мало, скажем так, дивидендов. А собирается нам еще вдобавок привозить опасные отходы промышленные. Это, я считаю, преступление в какой-то степени против экологии и против людей. Как вода? Да. Города там привреждают. Я считаю, это очень непродуманно. Как вас зовут? Михаил. Сорсников Михаил. Спасибо. Вы? У меня, собственно, на плакате все написано. У себя пусть на даче построят. А сейчас тут наворуют и уедут его, с ним вот он нам тут жить еще. А Причалов это у вас? Это у нас губернатор Путиным поставленный. Замечательный человек, который бы распродал энергосети, который наворовал на урнах. Отвратительный человек. Мерзкий. Не знаю, я могу сказать, пока... В данный момент вы знаете, как бы, ну, на какой стадии проект припроферировался? На данный момент я знаю, к сожалению. Знаю, что пока что его отменять не собираются. К сожалению. Ладно. Вы ходить планируете впоследствии? Да, конечно. Есть возможность. Как оцениваете вот такого рода мероприятие в коронавирусную эпоху? Потому что, насколько я знаю, что у вас в регионе достаточно жесткие меры сейчас ковиды введены. Вот сейчас нас всех попросили дружно опустить маски, да? Как считаете вообще, вот, организация всех этих процессов, она как-то на каком уровне? Я считаю, что хотя бы в небольшое количество, но выходить нужно. Нельзя к таким вопросам равнодушным оставаться, потому что это всех касается. И на самом деле немного грустно, что ты человек 50 за весь, и жест за всю моте отдувается. Мне кажется, что людей даже в коронавирусе больше должно выходить. Тать, можешь еще один баннер возьмите? Спасибо. Добрый день. Судя по кепочке, вы из Башкирии, да? Да, все верно. Проект «Активатика». Мы в прямом эфире. Расскажите, почему вы сегодня сюда приехали? Ну, у нас приехало где-то одна-две машины. Мы решили... На самом деле, к нам обратились ребята с Нефтекамска. Они очень переживают за экологию в своем городе, потому что вот этот завод загрязнит воду, каму, соответственно. А это вода, откуда они берут, соответственно, воду для употребления. Поэтому пригласили нас поучаствовать. Мы знаем этих ребят по Куштаву. Они были там вместе с нами, защищали. И поэтому мы решили тоже не оставаться равнодушными в этой их проблеме и приехать и поддержать их. Как вас зовут? Меня зовут Альберт. Альберт, спасибо большое. Спасибо. 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 И они приедут руки, после этого пройдет мелодия, я тебя кидаю. Они заслужили для нас, мы сразу подруги. Надеюсь, что это будет. Слово, даже сотрудники полиции некоторые масочки носят не совсем. Так как стоило бы их носить. Внимание! Сейчас будет отчитано результат данного мероприятия. Ввиду того, что исходя из технического задания, заводы смерти предполагают сжигать промышленные отходы, которые неминуемо будут выделять токсины, вещества которых как и сама компания «Росатом», так и европейскими экспертами признаны губительными для жизни. Вещества, которые вызывают онкологию, раковые заболевания и уничтожение иммунитета, мы заявляем. Из соображения безопасности здоровья населения, безопасности экологии, сельского хозяйства Удмуртии и других соседних регионов, мы от имени жителей республики выступаем против перепрофилирования предприятий УХОВ, предприятий по уничтожению отходов первого и второго класса опасности. Кто выступает за? Удмуртия не поможет! Удмуртия не помойка! Нет завода смерти в комбарке! Нет завода смерти в комбарке! Нет завода смерти в комбарке! Давайте тогда постоим минут пять, чтобы все видели, что мы здесь власть и то, что мы все-таки можем как-то голосовать и выбирать, будет здесь вот или нет, будут убивать эти диоксины у нас или нет. Добрый день! Проект Аксиватика! Меня зовут Олеся Кокина, я корреспондент. Расскажите, почему вы сегодня здесь? Я здесь потому, что мне не нравится то, что происходит у нас в стране, в частности, то, что происходит у нас в регионе. Мы непобедимы! Пока мы едины! Мы непобедимы! Пока мы едины! Мы непобедимы! Пока мы едины! Мы непобедимы! В частности, то, что происходит у нас в республике, когда абсолютно не спрашивая, не считая сменения у жителей, принимаются какие-то решения о завозе сюда нескончаемого потока химических отходов. Вот у нас, вот этим блокадом я хочу привлечь внимание к тем химическим... В некоторых городах у нас уже, еще в советское время случился, ну не менее, чем химический апокалипсис, вот, например, город Зижинск, который отравлен полностью, где люди живут 40 с небольшим лет, средняя продолжительность жизни, везде, где было серьезное химическое производство такого уровня, везде практически происходили аварии, аварии приводили к массовым гибелям людей, к отравлению природы, и пока что нет никаких предпосылок думать, что в Удмуртии будет не так, и в других городах, где планируются эти заводы, будет не так. Пока что с самого начала мы видим обман, мы видим ложь, мы видим то, что Росрау, она сейчас называется ФЭЛ, Федеральный экологический оператор, они доносят на нас ложную информацию, и вообще весь этот проект, по слову, на ложную информацию о том, что у нас не хватает мощностей для переработки опасных отходов. Поэтому я вижу все основания считать, что этот проект задуман для того, чтобы распилить бюджетные деньги, сэкономив на безопасности и на здоровье жителей нашей страны. Насколько, в принципе, само предприятие, потому что завод смерти планирует построить, перепрофилировать из существующего предприятия, к какому оно уровню, то есть оно отвечает вообще стандартам каким-то современным или нет? Насколько я знаю, оно сейчас же работает, да, оно функционирует? На сегодняшний день еще только готовится проектная документация, она даже не прошла экологическую экспертизу. Про перепрофилирование говорили вначале, сейчас это слово уже даже самими разработчиками проектной документации практически не упоминается, потому что перепрофилировать там осталось только стены, крышу, Ну, все, от самого завода останется только фундамент, стены и крыша, все остальное практически будет оттуда вывезти. Проектная документация называется уже строительство завода. А что вы спросили? А сам завод в комбарке Паухо, он сейчас работает? Завод Паухо, там в данный момент, там ведутся работы по утилизации остатков химического разоружения. Там остались достаточно большой объем отходов мышьяка содержащих, осталось оборудование, остались бочки с несожженными отходами. Вот их в данный момент планируется утилизировать и расчистить площадку для строительства этого нового завода. Насколько я знаю, запустить его вроде как грозились даже аж в 2021 году. Завод нет, и в 2021 году начинается строительство, по проекту, по нацпроекту, где-то до 2023 года оно должно быть завершено. Поэтому они хотят в этом году пройти экологическую экспертизу, пройти экспертизу строительную и получить разрешение на строительство завода, чтобы в следующем году его начать. Как вы считаете, от вот такого рода мероприятия, от того, насколько население будет готово высказывать свою точку зрения на этот вопрос, может ли что-то измениться? Верите ли вы в это? Ну, только в это я и верю, потому что, как показывает жизнь, сегодня в стране власть не реагирует на мнение народа, высказанное, скажем так, в письмах, в обращениях, в каких-то петициях, и на это глубоко плевать. Единственный успешный случай, когда людям удалось оставить свою землю, это тогда, когда они пришли и сказали, что нет, здесь этого не будет. Я надеюсь, что, может быть, в Камбарке жители проснутся. И не только в Камбарке, но и в других городах. Как вас зовут? Сергей меня зовут. Сергей, спасибо большое. Еще один вопрос. Собираются ли подписи против завода смерти в Ижевске, в Камбарке и где-то в других городах? И сколько собрано? Если такая... Подписи собирались в прошлом году, в основном в Камбарке. Там было больше 4 тысяч подписей собрано, насколько я знаю, при том, что там где-то 10 тысяч человек живут. А в Ижевске... Ну, серьезного подписи не было. В Москве, может быть, что-то изменились. Я знаю, что в Нефтеканске 15 тысяч подписей собрано. В Чеховском несколько тысяч подписей собрано. Ну, то есть, получается, Росатом снова наступает на те же грабли, которые они наступили в Агидели, когда строили целый город, построили, а там инстанцию построили. Похоже, они хотят наступить на те же грабли. Добрый день. Вы организатор, насколько я понимаю, проект «Активатика». Мы в прямом эфире. Расскажите, насколько вообще вам было трудно или нетрудно согласовать это мероприятие в нашу ковидную эпоку. Ну, для начала представьте, пожалуйста, кого зовут. Ну, здравствуйте. Я Анастасия Конькина. Получается, организатор массового пикета по теме комбарки. Вообще, согласовывать было совсем нетрудно. То есть, мы, как обычная процедура, пришли, подали уведомления. И потом пришли, забрали разрешение. И вот мы здесь. То есть, никаких проблем не было. И единственное, что было предупреждение, там полтора метра дистанции и так далее. То есть, элементарные такие меры безопасности во время эпидемии. Вообще, в период ковида часто ли у вас здесь проходят протестные мероприятия? И насколько, в принципе, люди готовы выходить сегодня? Вы ждали больше людей или меньше? Ну, примерно столько и ждали. Чуть-чуть поменьше, если честно. То есть, пришло хорошее количество, я очень рада этому. А во время эпидемии мы также проводили одиночные пикеты, тоже по различным темам, по отставке причалов, также по комбарке, по повышению цены на проезд. Например, у нас была акция недавно. Также проходили пикеты и различные тоже мероприятия. Мы боимся пока что, не то чтобы боимся, думаем о том, чтобы провести митинг, но во время эпидемии именно митинг могут не разрешить. А массовый пикет, вроде бы, как мы поняли, уже не проблема. Довольно часто проходят мероприятия, и никто не запрещает. Ну, в целом, сотрудники полиции, насколько я вижу, реагируют достаточно лояльно. Ну да. Ну, они подходят, предупреждают о каких-то нарушениях. Вот, например, то, что мы кричали, лозунги скандировали. Это определенное нарушение, считается. Меня предупредили. Это хорошо. Как сейчас вообще в целом, ну, то есть вот еще до ковида, да, в конце 2019 года было очень много мероприятий, очень много протестных акций по поводу Камбарки в целом, не только в вашем регионе, но и в соседних пяти, в которых клонируются подобные предприятия. Насколько, как сейчас обстоят дела, насколько в целом регион готов бороться, как считаете? А именно по теме Камбарки? Да. Ну, вот, например, в Нефтекамске как раз наши товарищи, которые нас сейчас тоже поддержали, они, может, кстати, ездили на Куштау и там победили. Поэтому я считаю, тема Камбарки — это следующий шаг. И если уже на Куштау победили, то вместе мы сможем и в Камбарке тоже победить. Мы туда ездили, мы разъясняли, мы смотрели на этот завод, который хотят перепрофилировать. То есть у нас уже есть план на эту тему. Пока его раскрывать не буду. Потом увидите. Но мне кажется, что всё возможно. То есть, если они победили, неужели мы не сможем? Тем более все вместе. Отлично, спасибо большое. Вам спасибо. Добрый день. Проект «Активатика»… Не валите? Он у нас, Давля Викторовна. Добрый день. Проект «Активатика», расскажите, почему вы сегодня здесь? Ну, во-первых, я сегодня здесь для того, чтобы поддержать, для того, чтобы действительно принять участие. В этом протестное мероприятие. Так как все жители, большинство жителей, проживающих на данной территории, на территории Удмуртской республики, это родниковый край. И мы все прекрасно понимаем, не дай бог, если тот план «Росатома» реализуется, то мы все окажемся заложниками в ситуации экологической катастрофы. И, соответственно, мы пришли поддержать, мы систематически ходим на данное мероприятие, то есть и проводим работу с людьми, с нашими избирателями, с нашими гражданами, для того, чтобы они знали, что творится у нас в республике, и принимали активное участие. Потому что экологическая ситуация – это одна из составляющих, да, социальных, вообще социальной сферы. И мы не должны допустить строительства завода смерти на территории Удмуртской республики, в Камбарке. Спасибо большое. Как вас зовут? Наталья Кубрявцева. Спасибо. Сзади в данный момент активисты разворачивают флаг. Съемочная группа Телегонова ТР работает на площадке. Специалисты центра Э, судя по всему. Ясной Ройст. Добрый день, проект Активатика, мы в прямом эфире. Расскажите, почему вы сегодня здесь? Мы здесь? Да. Потому что мы граждане этого в Удмуртии, не хотим, чтобы у нас была помойка. Настоящая помойка. Зачем нам нужна? Зачем? Экология и так нарушена. И зачем убивать вообще? Наше будущее зависит от этой природы. Мы ее должны уничтожать. И мы и сами погибнем. Так же. От того, что мы за сам. Кто-то будет получать деньги, а мы реально ничего не получим. Только одни проблемы. Рак и всякая ерунда. Я не понимаю, для чего это все организовывается? Для чего? Как считаете, можно ли вот таким путем, протестуя, высказывая свое мнение, повлиять на ситуацию? Ну, с одной стороны, если вообще молчать, если волнуйся, вообще молчать, тогда еще больше обновляют. Так она хоть немножко будет смотреть, задумываться, что есть люди, которые не согласны с этим. Ну, это как обычно. Есть маленький клубок, но он подпишется в том большой. Потому что я считаю, что должны, должны люди смотреть, определяться и выходить. Нельзя. Собственно, природу уничтожать. Ну, где-то ведь повлияли на ситуации, вот такие же акции, как Архангельский измер, да? Да, Куштао, это же. Ну, просто у нас здесь народ поспокойнее видим немножко. Ну, пока поспокойнее. Пока поспокойнее. Забираем их видим какой-то, который позволяет так же организоваться. Наверное, я вам проезжаю. Я не помню, в Кизнере, в Кизнере, значит, химического оружия. А в Камбарке теперь вот, ну, говорят, что урановые хвосты будут, значит, захоронения урановых хвостов. Ну, наверное, возможно, это правда, потому что ведь не пускают туда взять пробы этих же вот наших активистов, экологов. Значит, наверное, возможно, и так. У нас, считаю, Волкинск, рядом, да? Мы ведь там тоже ядерное изготавливают, что-то. Сами вы знаете, что Волкинск. Мы, считаю, и так находимся на пороховой бочке. Еще добавлять к этой пороховой бочке самую Камбарку с их ядерными охотниками, это вообще кошмар. Что будет в Волкинске? Это неизвестно. Никто гарантии не дает. Только все обещают и объясняют. Но это не объяснение. Надо реально показать людям. Лекарство это безвредно. Пока еще никто не доказал, что переводка. А только при нашем гильдяйстве. Да. И вот эти случаи последние, когда, значит, там, на Камчатке дохлые животные выбрасываются, или там еще где-то что-то, на Рильск. Это вообще действительно никто, никакой гарантии не даст, что, возможно, будут утечки какие-то или еще что-то. Тем более гарантия о том, что деньги, которые выделены на средства завода, они не будут разворовываться, и завод будет идеально строиться. Тоже никто не дает этой гарантии. Никто. Деньги выделяются домой. Все знают, что просто бабло сейчас тупо трубят. Да, тупо. И все. Пилят. Поэтому зачем нам нужно это? При такой власти, что такое идет воровство конкретное, пиление этого бюджета, скорее всего, эти денежки тоже разворовываются. Если у гвардии разворовывают деньги на питание, на это... Да, столько нам уже повода дали доверие к этой власти, что лучше. В этом-то случилось. И что даст гарантию, что завод будет идеально работать. Кто? При таком воровании бюджета. Всякое сырье понослю. Короче, уже отработанное. А потом начнут, говорят, вот, все нормально. Довут, работают ребята. А потом через месяц, через два начнется экологический катастроф. И будет нормально. А эти ребята уедут на Запад отдыхать. И все. Они ни при чем. Их нет. Если будет что-то такое серьезное, они уже не при делах. Это не серьезно. Вообще не серьезно. У нас к нам относится к кому. Уже все. Уже показано это. И заказано сто раз. Что мы для них не люди. Вот и все. Они люди обыкновенные. Что у нас можно... А ты куда? Из Санкт-Петербурга. А, я на Активатика просто подписана. А как вас зовут? Андрей. А вас? Нет, Наташа. Спасибо большое. Вам спасибо. А вот, на логике, которые... Часть журналистов, которые провластные, сказали, да, все хорошо. Ну, конечно, в кабинетах все хорошо. Хотя, не в других кабинетах, в лабораториях даже дышать было тяжело. И мы видели, что, несмотря на то, что Росатом уже собирается туда заходить, так они, вот эта военная часть, она еще свои хвосты не подобрала. И у меня самый основной вопрос, как это происходит, что военная часть сейчас там находится, да, и какая-то коммерческая структура. Я вот уверен, что это олигархическая структура, хотя она прикрывается госкорпорацией, да. Сейчас у нас все госкорпорации станут, вот скоро увидите. Ну, а на самом деле во главе них стоят олигархи, да. И как это олигарх... Подождите, вопрос. Как это олигарх заходит на военную часть без никаких документов и согласований? Ну, у нас немножко сюжет о другом. Скажите, пожалуйста, сегодняшняя цель пикета, она какова? Объяснить народу и всем, что сейчас Росатом снова наступает на те же грабли, не считаясь мнением народа, заходит на те места, вот я до этого начал говорить, кустонаселенные и водные артерии кругом. Дальше Кама, дальше Волга. Это все будет накопитель... Если они будут сжигать, это все будет накопительный эффект иметь. И все это будет в Каме. Вы смотрите, народу немного, а вы приехали из Нефтекамска, я правильно поняла, да? Да. То есть не ближний путь, почему вам не все равно, а вот народ как так бездействует, как вам кажется? Ну, это зависит от людей, и я вот общаюсь... Про свою позицию расскажите, почему вот вы здесь? Я могу про себя сказать, что, ну, лучше умереть стоя, чем жить. Мы все равно будем умирать, только там будет медленная смерть, а здесь мы можем геройски умереть, да? Но пример вот здесь, смотрите, пример Куштау, да, и пример Шиеса. Они бились, они бились насмерть, и тогда они победили. Если у вас нету желания, если у вас силы духа слабее, чем у них, у олигархов, да, тогда, конечно, лежать на диванах лучше и клопов кормить. А если у вас силы духа есть, то вы победите. Но я хочу сейчас всем вас слышать сказать, я не сдамся, и даже один человек может победить, и он победит. Потому что главное не сдаваться. И я всех призываю, вот сейчас пользуюсь случаем, всех призываю не сдаваться, делать каждый день маленький шаг к победе. Выдавливайте себя, труса и раба. Если у вас нету трусости, то у вас есть любовь. А если у вас есть любовь, вы все победите. Все вот вкратце, спасибо. А фамилию правила? Кагарманов. Спасибо. Ну вы уже в принципе все сказали. Но я про «За новый социализм» не сказал. Я потому что координатором «За новый социализм» являюсь в Северо-Запад Башкирии. Так что я могу и за это сказать. Как понятно. А не канал ОТР. А не канал ОТР. Отражение. Давайте я вас задам просто. Скажите, пожалуйста, а что же все-таки нужно, чтобы осознание людей пробудилось, и они все-таки обрели вот эту веру и желание бороться до конца? Да, 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 да. Я думаю, что это очень важно, что мы родились здесь. Мы говорят же, что все хорошо, они кого-то снижают, да? Это почему вы считаете, что надо? Сказать не сделать, обычно так у вас происходит. Поэтому я думаю, что мы не сходим. Добрый день, девушки. Расскажите, почему вы сегодня здесь? Давайте, расскажу, держи. Уже снимаете? Да. Мы в прямом эфире, проект «Активатика». Какой проект? «Активатика». Активатика. Сказать вот, что хочется. 27 сентября 2017 года Россия наша отчиталась о ликвидации химического оружия у нас. Ликвидация проводилась у нас в Кизнере. В режиме телемоста за ликвидацией наблюдал у нас наш президент. Ну и что? На уничтожение химического оружия страна получила 20 миллиардов. Впоследствия мы знаем. Сейчас у нас новичок вылез такой, который никто в мире не знает. Вот как мы все уничтожили химическое оружие в нашей стране. Весело? Весело. Вы знаете, когда у нас все-таки приезжала огромная комиссия и все ликвидировали в Кизнере, Удмуртия вздохнула. Прямо вздохнули мы. Потому что у нас всю жизнь комбарка. Всю жизнь эта комбарка. Всю жизнь у нас в Кизнер. Везде были аварии. И тут, и там. Местное население об этом всегда рассказывает. Мы вздохнули. Но ведь ненадолго. Посмотрите, поставил нам президент Бричалова. Со всех сторон мне говорили. Ой, да вот этот Бричалов, ставленник Путина. Я говорила, давайте понадеемся. А вдруг что-то будет хорошее, раз он ставленник Путина. Наивная я. Естественно. Удмуртская бабушка. Ничего подобного. Господин Бричалов у нас подписал. В 23-м году у нас откроется завод смерти. Вот этим, вот этим мы будем помнить нашего временщика Бричалова. Всю жизнь их называют временщиками. Еще знаете, с Древней Руси. Кого поставил царь, тот у нас стоит. Он ненадолго. Здесь его дети, внуки не живут. Так что он все, что скажет у нас президент, все подпишет. А вы знаете, что меня поразило? Удмуртия за повышение пенсионного возраста. Мы опять впереди планеты всей. Мы первые, первые послали, что мы за Удмуртия, за повышение пенсионного возраста. Ни телефонного опроса, ни бумажного, никакого. Наш господин Бричалов, так, пардон, я ему не слуга. Наш товарищ, так, пардон. Какой же он мне товарищ? Так, ребят, помогайте. Гражданин. А гражданин Бричалов? Не надо меня снимать. Снимать меня не надо. Да, давайте отойдем. Давайте отойдем. Да, пусть работают в другом месте. Идемте, идемте, отойдемте. Я не хочу для эшников что-то говорить. Эшник это эшник. А я... Меня не спрашивая, подходит и снимает. Нам, у нас можно все, полицаям, эшникам. Вот им, вот им, не дай бог, он сразу прибежит к тебе, начнет стук, я такая, стук, я такая. Ну что, опять стал снимать. Идемте, отойдем. Не надо меня снимать. Встречемся. Вот так. На чем я миленько остановилась? На пенсионном возрасте. Да, и у нас, гражданин Бричалов, прямо первый посыл у нас, наверное, был впереди всех. Удмуртия за повышение пенсионного возраста. Вы знаете, с 18-го года ни одного человека не встретило, который бы был за повышение пенсионного возраста. Их нет у нас. Их, мне кажется, не то, что в Удмуртии, их в природе нет в России. Вообще, априори. Их, наверное, не 95% против, а, наверное, 99,9%. Только Путин и только, наверное, его министры за. Но у нас... Мы прямо все были в Удмуртии. А вот это вот меня вообще поразило. Как так можно? Как так можно, гражданин Бричалов? Пенсионеров работы лишили, а в пенсию не отпускают. Да. На что же... Так и скажите. Вы посмотрите тоже. Вот гражданин Бричалов назначили, да? Ну хорошо, но что-то делай для людей. Нет. Вот у нас завод Мечил. Посмотрите, девушка. Вот завод Мечил. Вот он. Видите? Вот видите, что из труб валет? Там работяги называют Дырявый цех. Вот это Дырявый цех. Его так и зовут Дырявый цех. Вот кому сейчас Роза Ветров? Вот кому не повезет? Строителю не повезет. Металлургу не повезет. Татар-базару не повезет. Центру? Кому угодно. Этого гражданин Бричалов не видит. Зато у нас... Посмотри, миленькая. Фонтаны строим. Фонтаны. Мы без фонтанов. Прямо вот никак нельзя отбурти без фонтанов. А площадь эту... Вот ее обходишь, обходишь. Ее законсервировали. Зачем нам сейчас площадь? А может быть, мы дышать либо свержим воздухом? А Пугачева с 11-го года. Такая беда в Пугачево. Каждое лето, каждое лето, бедные пугачевцы, там каждое лето взрывы. У меня родители живут. Я знаю ситуацию изнутри. Это ужас. Опять у нас гражданин Бричалов ничего не видит. А зачем ему смотреть на Пугачева? А может быть, заняться Пугачевым-то съездил бы, да? Один раз посмотрел сам. Там на территории деревья выжженные дотла. Одни островы стоят. Мне ребята показывали целый фильм. Волосы дыбом встают. Нет, господин Бричалов у нас. Не господин гражданин Бричалов. Откуда вам? Нам площадь надо. А площадь-то, посмотрите. Сколько делается эта площадь? Фонтан сделали, теперь площадь. Сколько она делается? Уже денег, похоже, нет. И когда она будет сделана? Но ведь мы живем без площади. И прекрасно живем. А может быть, вы действительно Пугачев это закончите? С 11-го года. Знаете, как пугачевцы говорят? До войны. А это было до войны. Или говорят, а это после войны. У них жизнь разделилась на до и после войны. Кстати, спасибо большое Ванечке. Иван у нас молодец. Такой хороший ролик снял про Пугачева. Координатор штаба Навального. Огромное спасибо. Вот Иван снял. Как считаете, вообще насколько... Подождите, я закончу мысль. А Бричалов у нас ничего не видит. Так может быть, все средства надо... В следующем году у нас будет 10 лет этой аварии. Вы вдумайтесь, каждое лето идут взрывы. И горит лес. Каждое лето. Белки там носятся. Как ненормально. У меня родители рассказывали. Это же ужас. Каждое лето прилетает эта анфибия. Эти вертолеты. Вот нынче та же самая ситуация была. Я как раз была там. Эти вертолеты, этими вот кошками... По-моему, кошки они называются. Тушат. А неужели нельзя сделать за одно лето все? Нет. Мы каждое лето по чайной ложке делаем. Так может быть, чем вот нам эти площади... Экологией заняться. И может быть, Пугачева закончит. Или нам никак. Нам вот это вот надо что-то изображать. Бурную деятельность. Вообще законсервировал всю центральную площадь. Все за счетами. Все нормально. Как так? Я не знаю. А комбарку подписал с 23-го года. Мама дорогая. Это мы сейчас будем жить. Это завод смерти. Один плутоний. Один плутоний что стоит? Вот Караулов как обозначил. 9 грамм. 9 грамм. Все заводы перелопачивают. В год этот плутоний добывается. 9 грамм в год. А у нас его будет не 9 грамм. У нас его привезут из Германии отовсюду. Весело будем жить. Здесь наши дети, внуки. Здесь дети у нас берут ипотеку. Конечно, гражданину Бричалову зачем это? Он уедет. А мы как, господин Бричалов, гражданин Бричалов, какое вы оставите наследие? У нас каждый оставлял после себя наследие. Соловьев оставил наследие. Предыдущий Волков тоже большое наследие оставил. А Бричалов у нас оставит завод смерти. Весело? Да? Весело. Причем, знаете, не видит ни митинга, ни шествий, ни пикетов против повышения пенсионного возраста. Этого ничего он не заметил. Он же у нас так, где-то это. Ну вот как Путин у нас в бункере, так же у нас где-то и Бричалов. Где-то люди отдельно, Утмуртий отдельно, а он отдельно. Нам нужен, знаете, не завод смерти, а нам нужен завод по переработке твердых бытовых отходов, по сортировке и по переработке. Вот посмотрите, сейчас огромную-огромную сделали вот эту полигон, сваливают по Будинскому тракту. Там совсем недалеко, в 20 с небольшим километров. Водиция это 14 километров по Будинскому. Вы знаете, там столько вырубили деревьев и сделали огромный полигон, мы там грибы собирали. Мы приехали в этот раз, мы вообще... Это ужас! Вот это может у нас делать Бричалов, а что-то доброе сделать он не может. Абсолютно. А еще, знаете, мне что понравилось? Александр, реальная журналистика, ну, очень люблю я его, очень он мне нравится. И в этот раз я прочитала, я даже записала. За правду посадить, это, знаете, я говорю о приоритетах, о приоритетах у нас. За правду посадить, грехи обнулить, а историю переписать. Вот так вот, миленькая. Как вас зовут? Меня зовут Елена Петровна. Елена Петровна, если можно, фамилию вашу для титров? Сабирова. Сабирова, вы здесь, вы в Ижевске живете? Да, да, я здесь родилась. Здесь родилась папа у меня украинец, мама у меня русская. Познакомились они на комсомольской стройке в городе Шахты. Потом сюда приехали. Каждое лето я была в Украине. Ездила у меня там бабушка. И под немцем бабушка жила. И очень много мне рассказывала. Это вечером ложимся. Меня родители отправят, как школа закончилась. И только к первому сентября забирают. Самолет уже летали. И вот я ее прошу. Бабуль, расскажи мне про полицаев. И вот она мне рассказывала. Говорит, Ко, помню, второго забыла. Один был очень хороший, а один был вредный и противный. Тащил их в управу, бил людей, таскал их. Вот как наши полицаи. Вот то же самое, понимаете. Как сейчас тащат, караулят людей, штрафуют. Это как вот москвичей. В такое тяжелое время. И надо еще штрафовать людей. Еще с них сдирать. Так это люди или кто. А как смотришь, как против повышения пенсионного возраста. Мы с приятницей смотрели эти ролики, мы рыдали. Мы просто рыдали. В пятером. Это как надо ненавидеть народ. Пятером пацана на асфальт и избивать. Так это же фашисты. Им ведь и скандируют не зря. На улицах в Москве им скандируют. Фашисты. Правильно? Фашисты. Нисколько не удивляюсь. И бабуля у меня всегда мне рассказывала про этих полицаев. Я с детства запомнила полицаев. Вот теперь та же самая аналогия. Та же самая. Не за людей, а против людей. Спасибо большое. Не за что. Где это будет? Активатика проект называется. Активатика? Это люди у меня. Я вот...